О необходимости комплексного реформирования государственного управления сказал в своем обращении президент страны. Касымжам Артукаев назвал ряд недостатков, которые нужно искоренить. Это формализм, коррупция, большая текучесть кадров и, как следствие, невысокий кадровый потенциал. Изменение ситуации в корне будет способствовать формированию высокого уровня доверия государственной власти, подчеркнул Касымжам Артукаев. Качественное изменение кадрового аппарата возьмет на себя областной филиал Академии государственного управления при президенте страны. Представители Академии во всех регионах приступили к разработке новых программ по темам эмоциональный интеллект и антикризисной коммуникации. Не оставили без внимания проектный менеджмент, а также оптимизацию бизнес-процессов. Это довольно новые направления, которые помогут качественно изменить профессиональные компетенции государственных служащих. Для решения вопросов, для того, чтобы услышать просьбы, предложения, комментарии населения и содействовать при решении региональных, социальных, экономических и других вопросов. Постоянное саморазвитие государственного служащего – это залог успеха и трудоспособности каждого гражданина. В декабре прошлого года завершился проект президентского молодежного кадрового резерва, который дал свои положительные результаты. Западноказахстанец Ербол Галиев прошел все этапы и был зачислен в кадровый резерв. Расчет на активную молодежь, которая способна принимать смелые решения. Президентский молодежный кадровый резерв является социальным лифтом для молодежи разных регионов. Много было намечено, однако многие наши действия, проекты социального, экономического развития нашей страны буксовали из-за того, что те, кто должен этим заниматься, они иногда не понимали свою ответственность, что нужно дела эти завершить до конца, чтобы они давали результаты. Современные государственные служащие должны работать на опережение, предупреждая недовольство граждан и создавая для них лучшие условия жизни. Все меры по кардинальной дебюрократизации госаппарата будут отражены в отдельном указе главы государства.